Дом музея Елены Нагаевской и Александра Рома – одна из малоизвестных достопримечательностей Бахчисарая. Елена Нагаевская родилась в 1900 году в семье, переселившейся из Украины в Казахстан. В 1923 году она получила диплом преподавателя, окончив факультет общественных наук Среднеазиатского университета в Узбекистане. Но спустя шесть лет она начала писать картины, акварелью и маслом. В 1930 году она прошла из-за профкурса в Москве, затем был Институт повышения квалификации художников, а в 1949 году Нагаевская с красным дипломом окончила искусствоведческое отделение МГУ. В 1937 году художница впервые приехала в Крым и навсегда связала свою жизнь с этим краем. И когда она приехала в Бахчисарай, она сказала, что это на всю жизнь, Бахчисарай – это на всю жизнь, это моя любовь. И когда она увидела эти прекрасные горы, это ущелье, это голубое небо, она говорила, что я как будто бы вся помолодела. С этого момента художница мечтала о своем уголке в Бахчисарае, в котором можно было бы останавливаться и работать. И в 1956 году на гонорар, полученный за искусствоведческую работу своего мужа, искусствоведа Александра Рома, художница приобрела небольшой саманный домик, в котором она жила и работала более 30 лет. Елена Нагаевская была неравнодушна к судьбе крымско-татарского народа. Рискуя собственной свободой, она помогала крымским татарам, оказавшимся на чужбине в результате депортации 1944 года. Она ездила в места депортации крымских татар и возила туда выставки. Возила работы не только свои, но и работы крымских художников. И эти выставки были очень популярны и востребованы, потому что бывшие жители Бахчисарая, которые вынуждены были уехать из Крыма, они с удовольствием приходили и смотрели эти работы, смотрели на свой любимый город. И также она реализовывала свои картины и вырученные деньги передавала нуждающимся татарским семьям, чтобы поддержать их в тяжелой жизни, в депортации. Художница также боролась за сохранение памятников архитектуры крымских татар. Свои картины с изображениями разрушенных достопримечательностей Крыма она возила на выставки в Москву, рассказывая о боли крымско-татарского народа на языке живописи. Я обращалась в различные инстанции, писала, говорила, ходила, объясняла, что нельзя этого допустить, нельзя это сделать, нельзя разрушать, потому что это история. Елена Нагаевская была не только прекрасным живописцем, но и исследователем. Она работала в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике, написала более 50 статей по вопросам искусства, собирала старинные предметы быта коренных народов Крыма. Художница также издала несколько путеводителей по Бахчисараю, в которых собрана уникальная информация о городе того времени. Она обладала мягким характером и способностью видеть прекрасное даже в самые беспросветные времена. Елена Марнанна Нагаевская, бабушка моя, она была, конечно, еще большой модницей. То есть всегда была одета красиво очень. У нее была большая коллекция различных шляпок женских. И, конечно, женщины, когда приходили к ней сюда в гости, они смотрели, рассматривали, любовались и равнялись на нее. Потому что в то время, конечно, одеваться модно было немножко, наверное, такой сложностью. Дом музея Нагаевской и Рома был открыт в 1995 году. В том же году к нему были пристроены современный дом и выставочный зал. Он проработал до 2013 года, но затем был закрыт на долгие 10 лет. Пока в 2023 году внучка художницы Юлия Соколова не возобновила его работу. Попадая в дом музея Нагаевской и Рома, полностью окунаешься в атмосферу искусства. В экспозиции представлены архивные материалы, мебель, музыкальные инструменты и другие личные вещи талантливой семьи. Ну и, конечно же, картины как самой Нагаевской, так и художников, с которыми она дружила и работы которых бережно хранила. Еще одним талантом известной художницы было умение собирать вокруг себя и объединять творческих людей. В доме Елины Нагаевской в Бахчисарае останавливались многие известные художники. Она дружила с Александром Куприным, Ольгой Мануиловой, Марией Волошиной, Анастасией Цветаевым, Марком Шагалом, Робертом Фальком и другими известными деятелями культуры. Елена Нагаевской не стала в 1990 году. Она умерла в возрасте 90 лет. Но ее дом по-прежнему притягивает к себе людей искусства. Горный Крым, памятники архитектуры, удивительные ландшафты – все здесь собрано. Из-за этого это место, наполненное историей, здесь жили и работали множество знаменитых художников. Где, как не здесь, на даче творчества останавливаться художникам и работать. И для учеников, и для профессиональных художников это место притягательно номер один Бахчисарае. Сотрудники дома-музея Нагаевской и Рома называют его живым арт-пространством. Одна из их целей – воссоздать площадку для творческих людей. Нашей целью, я так думаю, это воссоздание вот в этом месте такого пространства, где люди могли бы приходить и делать что-то своими руками. Приглашаем людей. И еще очень хотелось бы, чтобы и мастера крымские, татарские, вот вы видели здесь площадку, да, хотелось бы, чтобы те люди, которые хотели бы проводить мастер-классы, мы их приглашаем, потому что это очень важно. Произведения Елены Нагаевской также находятся в Третьяковской галерее, в Государственном русском музее, художественных музеях Львова, Минска, Акьяра, Акмизджита и в частных собраниях. Но нигде вы не увидите тех работ, которые хранятся в доме музея Елены Нагаевской и Александра Рома в Бахчисарае. Субтитры создавал DimaTorzok